Когда мы говорим о воскресении Христа, то мы говорим о нечто совершенно необычном. Мы знаем в истории Ветхого Завета, например, и даже Нового Завета, когда были воскрешения мёртвых. Помните, наверное, Иисус Христос и Лазаря воскресил четверодневную, и сына Наинской вдовы. Но вы видите, как Евангелие там было? Совершенно спокойно воскресил, да, всё. И всё. Всё. Здесь же мы имеем дело с совершенно особым событием, поскольку воскресение Иисуса Христа носило характер не просто воскрешения какого-то лица, или тот, который вот индивидуум, отдельный человек, воскрес, и всё. Сам, как говорится, для себя. Нет. Здесь вопрос совершенно другого порядка. Ведь Христос явился тем, кто пришёл для спасения всех людей. Он соединился не с человеком Иисусом, Бог, Слово, соединился, не с человеком Иисусом. Был какой-то человек Иисус, и с которым Бог, Слово, соединился. Нет. Вот в этом, так сказать, ну, я вам сказал, совершенно потрясающая, уникальная особенность самого лица Иисуса Христа. Он соединился с чем? С человечностью, с человеком. С человеком не индивидуумом, а человеком как, ну, особым видом бытия. С человечеством, в этом смысле, по существу. Так что в нём не было разделения. Вот человек Иисус, и вот Бога-человек, и двое. Нет, мы говорим, это одно существо. Бога-человек. Так вот, и потому воскресение его носит характер совершенно иной, отличный от всего того, что, ну, известно нам в истории, от других воскрешений. Произошло вот что. В одном из посланий Нового Завета, послания к евреям, мы читаем удивительные слова. Бог, вождя спасения нашего, то есть Иисуса Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Когда вы возьмёте, если русский текст, то вы там прочтёте странную фразу, на которую посмотрите с недоумением, с точки зрения, ну, я бы сказал, правильности русского языка. Там написано, Бог сделал, совершил, вождя спасения нашего через страдания. Слово «совершил». Понимаете, что такое «совершил» в нашем словопотреблении? То есть «сделал». А здесь что «сделал»? Оказывается, греческое слово там стоит, «делиосе», которое означает «сделал совершенным». И вот непонимание этого вопроса, оно приводит подчас к очень большим погрешностям. Я бы сказал, просто ошибкам огромным. Дело-то вот в чём. Что человек по природе своей, через грехопадение первых людей, стал смертным. И эта смертность привела его вот к той форме жизни, к тем обстоятельствам жизни, в которых мы все и находимся. Это ненормальное совершенно состояние. Оно вызывает в нас, и это состояние смертности, вызывает в нас всякого рода болезни. Прежде всего, духовные болезни, которые мы называем страстями, душевные болезни, когда повреждается даже наша психика, телесные болезни, и говорить нечего. Всем это всё понятно. Так вот, в данном случае, что же произошло? Что произошло на кресте? Что значит, что Бог сделал совершенным Христа через страдания? Что, Христос был, имел грехи? Нет. Нет. Как он говорит, вот идёт князь сего мира, и во мне ничего не находит. Как в другом месте он говорит, кто обличит меня во грехе? Действительно, это идеальный образ. Идеальный образ, который мы находим в Евангелию. Больше такого нет образа в истории человечества. Ни в какой литературе мы не находим ничего подобного. Так вот, что произошло? Христос не был грешным. Он действительно был абсолютно свят. Но природу человеческую он воспринял какую? Смертную. И эта смертность человеческой природы не могла, не могла прийти в какое-либо соединение с Богом для того, чтобы наследовать вечную жизнь. Так вот, через страдания, крестное страдание, Господь Иисус Христос сделал эту природу совершенной, то есть бессмертной. Отныне он уже, эта природа его стала бессмертной. Смерть поражена. Тот, кто был на пасхальном богослужении, по-видимому, наверное, слышали слово Иоанна Затаустова, который говорит, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. Он воскрес уже не просто, как Лазарь, как сын Наинской вдовы, которые воскресли, да, и что дальше? Умерли, как и все. Здесь же мы видим нечто удивительное. Он воскрес в таком теле, который действительно поражает, и который для нас является совершенно необычным. С одной стороны, являясь учеником, и они смотрят и думают, что это Дух явился. Он говорит, нет, потрогайте меня, осижите, говорит он, потрогайте меня. Дух плоти и костей не имеет, а вы видите меня? Более того, спрашивают, нет ли у вас, что покушать? Ну, он сказал, они предлагают ему сотовый мед, предлагают рыбу, он садится перед ними и ест. А сегодня вообще Евангелие, которое читалось об одном из апостолов, о Фоме, которому когда рассказали, что Иисус Христос воскрес, он говорит, пока не увижу, не поверю. И вот сегодня как раз этот день, когда воспоминается это событие, когда Фома вдруг был и Христос явился, Фома увидел, Фома убедился и в величайшем благоговении, недоумении, я не знаю, какие еще слова можно подобрать, воскликнул Господь мой и Бог мой. Он поражен, Он же видел, какие жуткие страдания перенес Христос, как Он умер, и вдруг здесь Он. Каким Он явился, Христос? Да, и плоть, и кости, и ест, и вдруг проходит сквозь закрытые двери. это что такое? Вдруг появляется на дороге, сопровождает двоих из апостолов, садится с ними, с ними за ужин, прилавляет хлеб и исчезает. мы встречаемся действительно с тем, что выходит за границы вот этой вот нашей, нашей обыденной жизни. Нужно же запомнить, что мы находимся, сейчас наша природа человеческая, действительно, в глубоко болезненном состоянии, в смертном состоянии. Родился человек, приговорён к смерти. Мы же все приговорены к смерти. Только не хотим в этом думать, конечно. Разве можно? Что вы? Здесь мы видим нечто иное совершенно. Вот эти вот факты, когда он вдруг проходит сквозь закрытые двери, то есть закрытые двери ему не мешают. Когда он появляется, исчезает на пути и другие явления, когда он оказывается перед лицом жен-мироносец, их так именуют, которые, представьте себе, когда они рано-рано утром, рано-рано утром после субботы, ещё солнце только, знаете, уже приходят, приходят уже ко гробу, чтобы ещё раз оплакать своего учителя, чтобы, если можно, если кто-то отвалит камень им, они думают, кто нам отвалит камень, чтобы нам помазать его, возлить мира, благоуханное на него, они кто нам? Вы слышите, кто они? Какая же была у них действительно вера и любовь к нему? Это можно, знаете, только умиляться. Только умиляться. Им является, и им является, является, и опять, и исчезает. кстати, помните, когда они пришли к апостолам и сказали, что видели, Христос воскрес. Вот, я не знаю, прощает ли кто внимания или нет. Апостолы послушали мужчины, а пришли, кто говорит, женщины. Ну, ясно. Яко лжа глагол. Ну, женщины, Господи, у них что там воображение уже? Так вот, что сегодня, оказывается, мы воспоминаем, ну, не сегодня, а вот Пасха, Пасха Христова, оказывается, не просто воскрес Иисус Христос, а произошло, в принципе, изменение человеческой природы, воспринятой им, Христом. Она стала бессмертна и приобрела, смотрите, какие свойства, на которые можем только удивляться. Не будем удивляться. Все мы станем такими. Это нормальные свойства. Это нормальные свойства. Мы сейчас в ненормальном свойстве находимся. Если бы мы все рождались бы хромыми, да, и вдруг кто-нибудь появился бы, неожиданно, все, человек, вдруг какой-то появился человек, который спокойно ходит на двух ногах, ему сказали, что это такое за диво? Совершенно непонятное. На фоне сплошной ненормальности любое явление нормальной будет казаться чем? Фантастикой какой-то. Не иначе. Итак, что мы празднуем? Что мы празднуем? Празднуем именно воскресение, воскресение человеческой природы во Христе. и апостол называет его, поэтому, Иисуса Христа теперь уже как вторым Адамом, то есть, тем человеком, от которого мы можем и должны теперь родиться добровольно, сознательно, убедившись, а не как-нибудь. Не так, как мы рождаемся обычно, нас никто не спрашивал, ни папа, ни мама. Сознательно родиться, убедившись, что действительно Христос есть истина, что Он открывает нам подлинный путь правильной человеческой жизни, что эта жизнь, жизнь действительно дает нам величайшее благо, то благо, которого, к сожалению, к сожалению, мы утеряли, но которое интуитивно все, кажется, ищем и надеемся, и надеемся. Только как мы его, мы все ищем здесь, совсем не там, где оно есть. Совсем не там. Знаете, какие искусные были возщики иногда? Лошадка плохо бежит, что они делали? Прали пучок сена и привязывали его на небольшом расстоянии от морды лошади. И она вот раз тянется, тянется, бежит и бежит. Как здорово! То, что ей нужно, так и мы тянемся, тянемся, все ищем, все ждем. Что мы ждем, интересно? Все ждем, ждем, ждем. Сегодня прошло, вот завтра, завтра так и идет. А жизнь-то угасает. Время-то течет только в одну сторону. Христианство открывает нам нечто совершенно другое. Оказывается, мы по природе своей должны быть бессмертными. И воскресение Христова открывает нам это бессмертие. Как оно совершается? Как совершается? Нужно родиться от Христа. Может быть, помните в Евангелии, когда один из закон учителей иудейских, еврейских, пришел к Иисусу Христу ночью, ночью, страшно, вдруг обвинят. Ты что, с этим Иисусом имеешь дело? Мы тебе покажем, где раки зимует. Ночью пришел страха ради. И Христос говорит ему, если кто не родится от воды и духа, не может наследовать Царство Божие. Он в недоумении, как родиться? Как я старый человек, и опять родиться? Христос Христос еще говорит, эх, ты называется Учитель, таких вещей не понимаешь. Ну, действительно, ему трудно было понять. Слава Богу, мы можем понять. Оказывается, тот человек, который убедится, что христианство – это действительно путь жизни, что Христос – это действительно истина, искренне уверует в Него и постарается, насколько это возможно, осуществлять эти основы жизни в своей личной жизни для того человека открывается постепенный путь преображения. Преображение. И мы видим в истории Церкви удивительные вещи, в чем они показаны в жизни многих святых. Вот не так уж давно Марию Египетскую вспоминали, как она могла совершенно спокойно перекрести в Иордан, пройти, мы скажем, как это возможно? Ой, да чего же мы грубятина стали действительно? Вот уж тянем закон тяготения это. Да это же так и должно быть! Для нас это диво. Святые уже показали, как этот процесс, процесс осуществления в себе Христа, как он приводит к обновлению. Последним прикосновением святые исцеляли людей. Спокойно видели на расстоянии предсказывали будущее, ибо душа человеческая по природе прозорлива, по природе она жительница того мира, по природе она богоподобна. Как совершается это? Как совершается это при общении Христу? Прежде всего, прежде всего, конечно, через искренний поиск. я вам скажу, ой, как недорого стоит вера человека, который верит потому, что ему сказал мамушка, бабушка, дедушка, ещё кто-нибудь. И только потому верит. Может быть, и ничего, конечно, дай Бог, но как цена вера, о которой, например, говорил Достоевский. Моя Асанна, Асанна Христу через горнила сомнений пришла. Понимаете ли, поиск, ой, как важно, потому что это свидетельствует о жизни человека, о том, что внутри его есть жизнь. Он ищет. Он не просто так. Помните, Фома, сегодня вспоминаемый, не просто так, не поверю, пока не увижу. И Христос, что, блаженно не видевший, но веровавший, это сказано на всю последующую историю. Кто такой не видевший, но веровавший? Каждый из нас, кто ищет, кто посмотрит, кто оценит, кто взвесит, кто сопоставит христианство с прочими религиями, мировоззрениями и идеологиями и увидит, да, что такое христианство. Сейчас я пока скажу только об одном, что христианство это единственная религия в мире, да простят меня все прочие, я нисколько не хочу обвинять в какие-нибудь другие религии, но хочу вам сказать, и это было бы очень здорово, вот сейчас, чтобы собрались все представители всех религий, просто с удовольствием бы, я бы повторил, христианство единственной религией в мире, которая имеет объективные, то есть, слышите, независимые от моих убеждений аргументы, свидетельствующие о том, что оно своим источником христианства имеет Бога, а не человеческие фантазии, не человеческие предположения и домыслы, объективные аргументы. Почему я особенно об этом сейчас говорю, это очень важно, когда мы говорим сегодня о воскресении Христовом. А чем можно доказать? что Христов воскрес? Чем можно доказать? А я спрашиваю, а чем можно доказать, что Наполеон был? Да вздоры это, никакого Наполеона не было. Я говорю, как же, писали. Писали, да? Ах, в истории, оказывается, доказательством является свидетельство тех, кто его видел, кто слышал, кто оставил свои воспоминания, да? Да, в истории так. Так? Еще раз спрашиваю. Так. Посмотрите Новый Завет. Сколько человек там. Это хорошо, мы теперь, Новый Завет, одна книга. Нет, извините, ни одна книга. А там пишет то Матфей, то Марк, то Лука, то Иоанн, то Павел, то Иуда, неискариотский, то Яков. Восемь авторов, восемь человек свидетельствуют то, что они видели, осезали своими руками, что слышали, ходили с ним. Это что? Это не доказательство? Это же исторические свидетельства. Причем какие? Только посмотрите, как просто описано. Ведь никаких всплесков эмоций. Возьмите только один такой факт. Распятый Христос. Стоит Его мать, Бога, Матерь, с другими женщинами. Что потом мы видим? Уже к гробу идут. Кто? О ней не упоминается. Уже о ней не упоминается. О, сейчас бы написал кто-нибудь, что с ней было. Ведь совершенно ясно, что было. Ее, может быть, я не знаю, у него инфаркт уже, наверное, был. То есть и сомнений нет. Ее, наверное, унесли оттуда с Голгофы без сознания. Что вы, какой ужас смотреть на эти страдания своего безгрешного святого, святейшего человека. Человека. Я говорю об этом специально. Мать, как описано, никаких эмоций. Никаких. никаких фантазий. Никаких настроек. Никаких эпитетов. Ничего. Какая простота. Констатация фактов. И все. Просто факты и факты. Так вот, воскресенье, в воскресенье Христовом говорит целый ряд свидетелей, очевидцев. И это уже одно. Достаточно для исторической науки. А если обратить внимание на последующую историю христианства, то это еще более покажет нам, что это именно так. Миллионы людей шли на страдания, на мучения, на пытки и на смерть, но не отрекались от того, что Христос воскрес. И обращаю внимание, в любой идеологии, в любом мировоззрении вы найдете какое-то количество людей, которые пойдут и на смерть даже за свою идею. Сколько их? Ой, ничтожный круг. И причем пойду за что? За убеждение в идее. Здесь-то речь идет не просто об идее, а о факте, что Христос был, что Он страдал, что Он воскрес. Миллионы мучеников были и продолжались в истории Церкви. Поэтому христианство, я сейчас не могу об этом говорить, но просто хочу, чтобы знали, христианство имеет объективные доказательства с точки зрения исторической науки, еще раз повторяю, науки, а не чего-либо, что действительно Христос был, Христос страдал, Христос воскрес. А Сократия всего два человека свидетельствует об этом древнегреческом мудреце. Всего два человека, причем их свидетельства настолько противоречивы, что вы себе представить не можете. Один, что называется, другого опровергает. никогда ни у одного историка философии не возникало даже мысли, что Сократа не было. Здесь такое количество свидетелей. И здесь какие-либо сомнения. Да, Христос истинно действительно воскрес. И это дает нам основания, твердые основания, твердые убеждения для того, чтобы и мы могли твердо в это верить. И, соответственно, вот тому, что сказал Иисус Христос Никодиму, пришедшему к Нему ночью, никто не может войти в Царство Божие, если он не обновится водой и духом. О чем была речь? О том о сознательном, о сознательной вере во Христа. Слышите? Не по традиции. Не потому, что меня научили ставить свечечку или подавать записочку, а я действительно понимаю, я вижу, что христианство и по вероучению, и по своим нравственным требованиям, по своему духовному учению, это поистину то, что показывает нам прекрасного, нормального человека. Процесс это идет как? Начинается с поиска. Придя к убеждению, человек принимает крещение. Приимая крещение, он, человек, приступает таким образом к началу христианской жизни. Не к концу, а к началу. Я почему подчеркиваю это? Потому что очень часто крестился, и слава тебе, Господи, все дело сделано. Сейчас отметим, и пошло. К началу, а не к концу. Вот таким образом воскресение Христова открыло нам путь, путь к новой жизни. Оказывается, каждый человек, благодаря ему, этому новому Адаму, может от него родиться духовно через таинство крещения и прочие таинства. Возродиться, и это возрождение, постепенно осуществляясь в нашей жизни, может привести человека к тем состояниям, о которых мы читаем в истории Церкви. Причём не только в древней истории, не надо. Очень много было святых совсем и недавно, ещё в XIX веке, посмотрите, Серафим Саровский, я вам скажу, это какое-то чудо. Такие были только, действительно, встречались, я не знаю, в IV веке, в V веке такие великие святые, как Серафим Саровский. Это удивительный просто человек. А Георгий Задонский затворник, а Игнатий Бринча не и нам. А Оптинский старцев, вы посмотрите, Феофан затворник, а Иоанн Кронштадтский это чудо. Тома написаны только, что он творил одним словом, одной молитвой. И это что? Всё перчеркнём, да? Это не безумие ли, если это сделать? Вот они доказательства истинности, истинности нашей веры. Первый вопрос, который хотелось бы задать, как раз созвучим сегодняшнему празднику, сегодняшнему событию, когда Господь спустился в ад, и тот стал на время небом, и выводил души всех страдающих там. Среди них были все пророки, Моисей, Илья и прочие. Они сами не могли или не знали, что возможно быть в Царстве Небесном. И все до пришествия Христа выходили во ад? Вы знаете, когда вот мы употребляем такие понятия ад, рай, то я прекрасно понимаю, и вы, наверное, вместе со мной. Знаете, а рай, это вот там вот лестница вниз. То есть ад, извините, перепутал. А рай, это вот лестница вверх. Вот таковы наши представления. Когда один умирал, один небескоп, такой, благочестивый, искренний, простой. И вот уже в последние предсмертные минуты он все озирался во все стороны и говорил, все не так, совсем не так, все не так. И понятно. Он-то представлял себя так, как мы представляем. И вдруг ему открылось совсем все другое. Говорят, что когда появилась теория относительности, ой, сколько было буря, сомнений и негодований, как это? Время может течь по-разному. Это как это такое? Время всюду одинаковое время. А тут вдруг оказывается, там пролетел где-нибудь на ракете год, а на Земле сто лет прошло. Ты что что за чушь что за чушь такая? Даже в этой области, нашей области, области материального мира, и то мы встречаемся, видите, с какими вещами необычными. Так, тем более с тем, с тем миром. И ад, и рай, что это такое? Мы все привыкли пространственно их представлять. это дело-то, говорят, совсем не в пространстве. Точнее, если оно и есть, то не знаем, какое. По крайней мере, не трёхмерное. Дело в состоянии души. В состоянии души. Все мы, наверное, хоть немножко, но знаем, что такое ад, когда совесть замучает. Вот и ад. Вот так и ад. какую-нибудь такую пакость делает человек, что потом не знает, куда деваться. Вот он уже, ад. И, наверное, немножко знаем, представим, можем представить, что такое рай. То же самое. Тут много можно привести разных примеров, но тоже знаем, когда человек под собой ног не чувствует. Даже. Уже вот оно, что такое, прежде всего. В отношении же всяких пространств лучше и не говорить. потому что, вы знаете, даже математики, математики в своих расчетах пользуются не трехмерным пространством, а н-мерным. Н, то есть, вы можете подставить сюда любое число. Сколько вам хочется? Пять? Десять? Сто тысяч? Ну, сколько вам хотите? И действительно, мы не знаем пространство, сколько оно, сколько оно мирное. Так вот, и когда Христос сходил в ад, во ад, скажем так, да, по-славянски, да, что это значит? Это значит, то, о чем писал апостол Петр, а он написал интереснейшие слова, которым мы подчас не придаем даже значения, ведь он же о чем там пишет? Он говорит, что Христос выбил из ада тех, которые противились во дни Ноя. Тот праведник ставит ковчег, а это противники, ну, скажем, безбожники. Целый ряд святых пишет, Христос сделал ад пустым. То есть исцелил. Исцелил. Исцелил почему? Потому что мы можем уже предполагать не просто чисто внешним актом я не хочу меня исцеляют. Нет. Каждый увидевший, зашедший туда и увидевший свои гадости, увидевший те страдания, которые в нем происходят, ой, как пожелает освободиться от них. что значит освободиться? Освободиться значит видеть, вон она, где красота истины, где в Боге. И это стремление к Богу, вот это основание, оно является основанием для того, чтобы Господь мог этого человека исцелить, избавить, очистить от страстей. Поэтому мы видим целый ряд святых отцов, целый ряд, это удивительно просто, вы знаете, просто поразительно, причем великих отцов никаких не будет, таких, как родной брат Василия Великого, Григорий Низкий, такой, как Афанасий Великий, как Амфилохий Каниский, как Ефрем Сирин, как Максим Испобедник, как Исаак Сирин. То есть, вы знаете, целый ряд святых, да, вдруг пишут, пишут, «Ну, что они?» Вот, только что недавно Великий пост был, что мы читаем, вдруг смотрим, поразительно, оказывается, оказывается, что слышим, «царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Да чего же это прекрасные, обнадеживающие слова! И если кто-то знаком с литургическим наследием церкви, с Актоихом, Актоихом, ну, Актоих, это восемь, ну, это книга, в которой богослужение воскресным всем дням. Сколько вы найдёте таких выражений? А вот сейчас и слово Янза Тауста. Победа опустошил ад, поражена смерть. Вот, оказывается, какая великая надежда ожидает человека. И об этом писал целый ряд святых, великих святых, которые прекрасно знали Евангелие, наизусть знали Евангелие. Знали слова Христа, пойдут сии в муку вечную. А это о царстве, о праведнике жизнь вечную знали и ответили на сложнейший вопрос, который постоянно задаётся. Если Бог есть любовь, если Он даёт бытие человеку, то Он, будучи любовью, не может дать бытие тому, кто будет бесконечно страдать и мучиться, без всякой надежды. Слышите? Но святые отцы предупреждают. Предупреждают по-другому. Это совсем не значит, что человек так умер и уже в раю. Нет, увы, увы, Исаак Силин об этом пишет, очень-очень сильно пишет. Хотя, говорит он, гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придётся перенести там. Да избавит Бог каждого! Да избавит Бог! Вот, поэтому сошестие Христово ад явилось тем начальным актом, начальным актом, когда, как мы всюду в церковных песнопениях слышим, ад разрушен. Видели кто-нибудь старинную икону воскресения Христа? Она изображена как? Схождение Христа в ад. Там камни, знаете, как разломано всё в дребезги. Эта тюрьма, разлетелись эти все камни. Разрушен ад. Нет власти дьявола теперь над родом человеческим. Нет его. От нас теперь зависит и только от нас. Нас ожидает надежда, надежда спасения. И эта надежда не посрамит, если человек в меру своих сил будет стремиться, стремиться жить по Христу. Вот, что означает сошествие Христа во ад. Они только праведники. Не только праведники. Если праведники, чего же удивляться? Чего удивляться, что праведники? Вся и суть-то в том. И грешники. Кстати, кто такой праведник, кто такой грешник? Истинный праведник видит себя грешнее всех людей. А грешник – это тот, который видит себя не знаю кем. У Паскаля, всем нам известного дяденьки, учёного, у него есть такая замечательная фраза, блеск Паскаля, говорит, есть только два рода людей. Два рода людей. Одни грешники, которые видят себя праведниками, и другие праведники, которые видят себя грешниками. Ой, как точно! Ой, как точно! Верно! Я теперь понимаю, пока я вижу себя праведником, всё ясно. Я подписал себе приговор. Кто я? Кто я? Правда? Сильный высказок, но молодец. Ну, Паскаль, конечно, молодец. Ну, отец Сергий, пожалуйста. Ряд вопросов, с которыми нам приходится очень часто встречаться в жизни и с священником, и многие верующие люди иногда слышат это от своих знакомых и близких людей. Если Господь любовь, и только любовь, почему мы видим настолько много несправедливости в нашей жизни, почему люди страдают? Ну, ладные люди там ещё могут понять, почему дети болеют, почему они умирают, и почему на страницах Священного Писания, Ветхого Завета особенно, ну, как-то любви там, кажется, на первый взгляд, маловато. как это всё сопоставить? Ну, в отношении скорбей самого различного рода, когда спрашивают, то здесь приходится только спросить, слушайте, а почему в семье ссоритесь? Вплоть до разводов? Наверное, это Бог виноват. Ясно. Наверное, Он. Мы-то хорошие, а вот Бог устроил, и вы расцарились. Вот искушение. У пьяницы цирроз печени. Ну, и Бог. Надо же придумал. Я такой хороший, но выпиваю так за здоровье не только своё, но и всех прочих. У меня цирроз печени. Какой кошмар. Ну, и Бог. Ай-яй-яй. Да чего, близоруки были? Это поразительно. Вот такие вещи, как циррозы, или те следствия, которые от наркотиков, это мы понимаем, это я вижу. Знаете, как без облоки вот так поднёс. Так, понятно. Чуть-чуть подальше ничего не понимаю. Забыли, что оказывается, оказывается, любой грех, то, что в Евангелии рассматривается как грех, является ничем иным, как тем актом, которым человек калечит самого себя. Ну, как водкой можно искалечить? Можно. Можно. Все говорят. Наркотика можно? Можно. Любой грех, оказывается, калечит человека. Когда я осуждаю других, что я делаю? Слышите, что такое там подразумевается? Я бы такого не сделал, как он или она. я чувствую себя, насколько я выше. Вы слышите? О, негодяй! О, негодяй! Я бы такого не сделал. Ах, бедняжка! Поставь тебя в эти условия и дай тебе ту же наследственность, которую этого человека. Ты, может, в десять раз хуже бы сделал. Почему Христос говорит, не судите, да не судимы будете? Мы совершенно не смотрим на этих, не придаем никакого значения вот этим так называемым мелким грехам. И непрерывно себя, знаете, попробуйте только шилом, шилом, небольшим, коротеньким, все время себе ткать, все свое тело. Интересно, что будет с нашим телом? Понимаем, что будет. Эти мелкие грехи, непрерывно что делаем? И потом удивляемся, с чего же такие скорби происходят? Откуда эти страдания? Откуда эти воины? Почему дети умирают? Я бы понял этот вопрос, почему дети умирают, от атеиста. Я сейчас расскажу, как я ответил на него. Так? Я бы понял, но когда от верующего человека я слышу такой вопрос, я ничего не понимаю. Я возвожу глаза к небу и говорю, я в полной растерянности. Да не здесь же наш дом, ни в этой же жизни, ни здесь. И я же знаю, что одно, что я не знаю, что будет с этим ребенком, когда он вырастет. Какие могут быть только у него даже здесь на земле страдания, какие скорби, какие переживания. Я что, знаю об этом? Я знаю другое, что все равно умрет. Представьте себе, что мы путешествуем с вами по какой-то тяжелейшей дороге, где-нибудь в горах обрывы, пропасти, снега, оползни. Так? И вдруг подлетает вертолет. Говорит, одно место есть. Кто? Мать кричит, моего сына возьмите ради Бога. Вы уже летите туда, куда мы идем. Возьмите, умоляет. Слышите, что происходит? Ребенок умер. Он уже дома. Он уже достиг цели своего бытия. А мы рассматриваем это как, Боже мой, какое страдание, что он не будет жить, не будет страдать, неизвестно, какие болезни у него будут, неизвестно, что вообще с ним произойдет. Не знаю, о чем мы страдаем, интересно. Интересно, мы подумали об этом или нет? Не будем смешивать своих чувств потери, это вполне понятное чувство, с пониманием того, что все мы там будем, и неизвестно, что на нашем пути встретится. Вот, когда Атеист задает вопрос этот, вот это я понимаю, потому что весь смысл жизни в чем? В этой жизни. Все, никакой вечности, никакой будущности, ничего нет, весь смысл жизни. У меня однажды был разговор, доктор философии, женщина, мы попросили поговорить и о вопросе о смысле жизни. Она мне ответила, мой смысл жизни в моей дочери. Я говорю, что вы сказали, какой ужас! как ужас! Я говорю, вы что, не знали разве, что когда вы родили свою дочь, что она приговорена к смерти? Как мне назвать того человека, который знает, что приговорен к смерти и говорит, мой смысл жизни вот в том, в этом человеке, что он приговорен, чтобы был к смерти? Вы что, разве не знаете? Да ещё неизвестно, к какой смерти приговорена ваша дочь. Вы что? Она содрогнулась. Пора понять. Если нет Бога, нет вечной жизни, то это ужас. Вы родили свою дочь, приговорив её к смерти. И неизвестно, какой. А мы, христиане, верим в вечную жизнь личности. Причём не просто жизнь, а жизнь полноценную, исполненную всякого блага. И чем раньше человек достигнет дома, дома, домой попадёт. Уже там. Тем больше мы можем только сорадоваться. Кстати, вы знаете, был такой народ фракийцы. Древний народ. Удивительный был народ. Я поразился, когда прочитал, какие это были умные люди. Вы знаете, какой у них был обычай? Когда у них рождался ребёнок, они садились всем и оплакивали его, перечисляя, какие бедствия могут его постигнуть. и болезни, и болезни, и уродства, и плен, и убийства, одним словом, оплакивали. И напротив, когда человек умирал, они собирали весёлую тризну и говорили, всё, теперь ты свободен, теперь никто тебе ничего не сделает, никого и враг тебе не угрожает, всё, никто не прикоснётся. Весёлая тризна! Вот это фракейцы! Я просто поразился. Какое, если хотите, предвосхищение христианского понимания, понимание. Правда же? Обратите внимание, что в церкви покойника, когда отпевают в светлых ризах, а не в чёрных, не в мрачных, не во мрак мы отправляем человека, а во свет. Вы слышите? Так что, когда это говорит, а вот дети умирают, да, какая жалость, что да, ему бы надо, пусть бы он пожил и узнал бы фунт лиха, что знает эта жизнь, что это такое, а то, что же мы только пережили, а он не переживёт, ах, какая беда-то, какое страдание. Ещё раз говорю, не надо смешивать, эмоциональную сторону чувства расставания с любимым человеком, расставание здесь с верой в то, во что мы, на что мы надеемся и по своей вере знаем, что это благо, в которое этот ребёнок теперь уже перешёл. в том, что мы передомникам, как мы надеемся, покиняем пошли, в котором мы надеемся, мы надеемся, Продолжение следует...